Было у одного человека семеро сыновей и ни одной дочки, а ему очень хотелось ее иметь. После всего пережитого она настороженно перелистывает страницу и начинает новую главу. Перейти к ней в реальной жизни не так просто. До нее у Марины еще пара лет. Тогда она закончит отбывать наказание в женской колонии, но уже сейчас представляет самую долгожданную встречу со своими детьми и вспоминает, как читала им на ночь любимые сказки, непременно со счастливым концом. У меня дочка и сын, дочке 14 лет, мальчику 7. Она очень любит до сих пор сказки и иногда она перечитывает, потому что в сказках она мудрость житейская. Сын также у меня тоже очень любит сказки и на ночь я им всегда читала, каждый вечер. Детские сказки вместе с Мариной озвучили еще четверо осужденных. Диски-сборники вышли по инициативе общественного совета при силовом ведомстве. Часть аудиоистории записали и общественники. На самом деле это детство, оно должно быть сказочным, чтобы у нас были эти воспоминания. Ведь на самом деле эти сказки привносят нам не только порядок в жизни и дифференциацию добра от зла, но и на самом деле делают нас моложе и мы попадаем в это детство. Периодически мы в учреждениях организуем различные акции для осужденных, направленные на поддержание родственных связей, на формирование материнских чувств. Первым делом детские попадут в дома малютки, где живут малыши этих женщин, которые сейчас находятся на пути исправления, чтобы каждый вечер перед сном их дети могли слышать самый родной в мире голос – голос мамы. Мария Ильевна, Николай Сидоров. События.